Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о том, как представляли себе жители древнего Судана своего правителя, своего царя. У всех народов представления о правителе всегда были связаны с молодостью, красотой и силой. Посмотрите дошедшие до нас портреты, почитайте описания тех, кто правил тем или иным государством, тем или иным народом в самые разные времена. Это всегда крепкий, победнодосный и сильный человек. Стариков мы не найдем никогда и ни у одного народа. Но правитель – это, конечно, всевластный человек в рамках того или иного государства. Однако все прекрасно знали, что управляет им всё равно существо высшее, управляет им Бог. И от того, как сложится взаимоотношение правителя и Бога, зависит не только состояние самого правителя, но и жизнь его подданных. Ибо если боги прогневаются на правителя, они прогневаются и на людей. Именно поэтому контроль за тем, как правитель общается с богами, каковы их взаимоотношения, правильно ли он приносит жертвы, исполняет ритуалы, довольны ли боги им. Это был главный вопрос и главное направление жизни и деятельности древнего общества. Посмотрим сейчас, как показывались эти сцены на рельефах древнеегипетских храмов. Вот здесь перед нами показан известный вам уже фараон Тахарка перед главными богами. Первый, вы наверняка узнаёте его, это бог Омон, это главный бог царства, Куш, который дарует само по себе правление, даже без него невозможно. И дальше его партнёрши. Такими партнёршами является богиня Анукис. Здесь у неё такой головной убор, очень экзотический, характерный. Это богиня Сатис и богиня Муд. Фараон подносит всем им жертвы, обращается к ним с просьбой и дальше, в зависимости от благословности богов, получает или не получает то, что он сам желает. Вот на этом изображении мы также видим фараона Тахарку в окружении богов. Вот здесь перед нами фараон и бог Хор, и тут перед нами также фараон и бог Омон. Эти фигуры показывают, что боги признали царя. Делается это особым жестом, объятием за плечо правой рукой и протягиванием к богу левой руки. Это церемониал, который был признан, и на рельефах эти изображения показывали, что боги довольны царём, они принимают его в своё сообщество, и более того, царь изображён одного роста с ними. То есть это означает признание богами царя. Здесь мы имеем иное изображение, тоже показывающее фараона Тахарку, перед богами, древними мемфийскими богами, богом Нефертумом и богиней Сохмед. Посмотрите, что протягивает бог Нефертум к носу фараона. От скипетра исходят знаки жизни и могущества. Это означает, что процесс признания фараона этими богами прошёл хорошо, и боги довольны своим избранникам. Здесь мы видим ещё одну сцену поднесения хлеба, хлеба триаде фиванских богов, и сопровождает которую бог Монту, бог войны. Поднесение хлеба считалось одним из важнейших элементов ритуала, и наряду с вином входило в главный список жертвоприношений. На этом изображении мы видим колено преклонённого фараона Тахарку с плотянутыми вперёд руками. Этот эпизод передаёт подношение богу, просьбу. Просьба всегда производилась на коленях, и судя по позе этой фигуры, Тахарка протягивает богу вино. Вино, как мы с вами уже говорили в передачах о Египте, был одним из важных, а главное, обязательных элементов в ритуале коронации. Ни одна коронация не обходилась без подношения вина. Таким образом, мы видим с вами вино и хлеб как весьма существенные и важные элементы, впоследствии вошедшие в христианскую Евхаристию. А вот на этом изображении мы видим с вами следующий важный элемент понятия об идеальном правителе. Это кормление. Кормление правителя молоком богини. Мы знаем, что это было важным и существенным элементом биографии властелина. Он должен был быть рождён обычной земной женщиной от брака с богом Омоном. Безусловно, он имел своего земного отца, но это было не так важно. Главным был его небесный отец, который путём сошествия на землю общался с его матерью. И только таким образом мог быть произведён на свет будущий правитель. Если правителю не удавалось доказать таким образом своё право, а заниматься этим делом должна была, конечно, его мать, его мать должна была доказать, что она была в такой таинственной половой связи с верховным богом Омоном. И от этого брака родился будущий правитель. Это было, пожалуй, самым главным. Без этого правитель не признавался легитимным, не признавался идеальным. Ну, а коли он уже полубог по своему рождению, рождён от семени бога, то он должен был быть и вскормлён молоком богини. И вот царь Настасин, о котором мы с вами уже не раз говорили в передачах, связанных с историей Судана, специально отправлялся к леноголовой богине Бастет, которой был посвящён специальный храм. И в своих текстах говорил, что он пришёл к богине Бастет, и она дала ему свою левую грудь. То есть она вскормила его своим молоком. Этот элемент был весьма важным для понятия о будущем властелине. Обычно, как правило, в коронации принимала участие мать царя в образе богини Исиды, потому что как Исида вскормила хора молоком, так и мать в облике Исиды получала божественное молоко. Таким образом, визуальное заменялось вот этими представлениями о божественном. И этот элемент также считался исключительно важным и являлся обязательной принадлежностью биографии всех владык Куша. Сейчас мы с вами посмотрим следующий очень важный элемент, связанный с обеспечением царём плодородия. Вот на этом изображении вы видите фараона. Он слева ведёт на верёвке четырёх молодых телят и приводит их к богу Амону. Это изображение древнего ритуала, который так и назывался «Привидение четырёх телят богу» на сохранившихся, раскрашенных рельефах, как правило, эти телята имеют достаточно экзотический вид. Они покрашены в разные цвета, некоторые из них пятнистые. Что это означает? Это первенцы, те, которые втаптывают зерно в землю. И от того, сколько хорошо пройдёт посев, мы все прекрасно знаем, урожай зависит от посева. Вот именно это начало сева и демонстрировалось ритуалом «Привидение четырёх телят богу». А изображение сейчас посмотрим крупно. Справа мы уже видим двух богов, Тота и Хора, и посредине фараона. Они признают его как правителя, которому надлежит короноваться, в силу того, что он обеспечил один из важных элементов, связанных с воцарением будущего правителя, он способен дать земле плодородие. Значит, второй элемент, который очень важен нам для идеального правителя, это способность обеспечить землю питанием. Следующее изображение показывает нам защиту. Фараон обязан защитить своих людей, а эту защиту он может осуществить, только получив её от Бога. И вот здесь перед нами крылатая богиня-защитница. Она простирает свои крылья над своим избранником, и таким образом он получает через признание богов и богинь способность организовать защиту. Защита была также очень важной функцией идеального правителя, и очень тесно была связана с принципами идеального правления. Мы много с вами говорили о принципах МААТ, о принципах идеального правления. И, конечно, защита – это было существенным элементом. Существенным элементом для страны Куш, которая постоянно подвергалась нападениям, угрозе нападения со стороны Египта, со стороны кочевых племён. И поэтому функция защиты – быть защищённым богами и, соответственно, дать защиту своему народу – была очень важным принципом и представлением об идеальном правителе. На этом изображении мы с вами видим фараона Тахарку в объятиях мемфийского бога Птаха. Появление такого изображения, конечно, очень исторично. Дело всё в том, что Тахарка избрал столицей объединённого царства Куш и Египет Мемфис. Да и другие фараоны 25-й династии очень любили Мемфис. И поэтому близость и признание со стороны главного бога Мемфиса было абсолютно необходимо. Принципиально, чем больше богов включались в ритуал признания фараона, тем, естественно, это было лучше. Существовала, конечно, иерархия, то есть заменить бога Амона как небесного отца фараона не мог никто. Хотя, с другой стороны, специфика местного мышления заключалась в том, что Амон был физически, если можно так выразиться, отцом, то есть он вступал в половую связь с матерью правителя, которая была земной женщиной. Но признание отцовства и сыновства по отношению к другим богам считалось, что не противоречило этой концепции. Именно признание фараона сыном бога, и чем больше, тем лучше, способствовало созданию концепции идеального правителя. Вот на этом изображении, посмотрим его поближе, как раз мы можем увидеть воплощение этой идеи в камне. Что мы здесь видим? Давайте посмотрим. Вот верхняя часть. Это сцена изображения ритуального бега. Это то, о чём мы с вами говорили в передачах о Египте. Это движение фараона к богу, либо с кувшинами прохладной воды, символизирующие очищение, либо с иными символами. А здесь мы видим за ними три фигуры. Это фигуры всей его семьи, поскольку понятие семьи, царственной семьи, играло в куше огромную роль. Если в Египте мы видим только фараона, мужчину, то на кушитских изображениях мы видим также и царицу, и наследника. А на боковых изображениях мы видим сцены признания царя богами. А здесь сцена признания царицы, то, о чём мы говорили. То же самое мы имеем здесь. Сейчас посмотрите ещё раз, пожалуйста, поближе это изображение, чтобы всё то, что я вам показывала указкой, было бы для вас теперь яснее и чётче видно. Но хочу вам подчеркнуть, что здесь мы имеем именно изобразительный ряд, который говорит нам о том, что в момент коронации признавался не только сам правитель, но признавалась легитимной и его мать. Вот здесь она изображена. И именно признание вот этой божественной, родословной, это было, пожалуй, главным и краеугольным представлением об идеальном правителе и о том, что именно Бог дал ему право управлять народом, то, что называется, казнить и миловать. И именно это осознание божественного происхождения и, соответственно, божественной воли было главным в концепции идеального правителя. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как выглядели действительно уже фараоны, чёрные фараоны в виде статуи. Вот перед нами здесь фараон Санкомонискин. Мы ещё его увидим в образе сфинкса в сегодняшней передаче. Но что мы можем сказать об этой фигуре? Посмотрим её ещё раз поближе. Отличают её очень широкие, сильные плечи. Таков стиль был передачи скульптуры. Он появляется при 25-й династии и уже практически существует до конца существования нильских цивилизаций. Что это значит? Это демонстрация физической силы. Широкоплечий, мускулистый. Он силён, он физически силён. Он демонстрирует это своей скульптурой. Ещё одна интересная особенность – это две змейки на его голове. Мы говорили с вами в передаче об оракулах, что фараон Танутамон увидел две змеи, каждая из которых была символом Египта и Куша. Ко времени Синкоманискина Куш уже был утрачен. Но символ есть символ. Они по-прежнему претендовали на власть над Египтом. Они по-прежнему носили диадемы с двумя уреями, а не с одним. Остальные детали этого изображения – браслеты, ожерелья. Это всё то, что было очень характерно для чёрных фараонов, для фараонов, пришедших из страны Куш. И они научили этому египетских фараонов. До этого египетские фараоны в таком количестве украшения, конечно, не носили никогда. Сейчас посмотрим ещё на одного из фараонов. И мы с лёгкостью заметим практически все те же детали. Сильный, мощный, широкоплечий, очень мускулистый, с тяжёлыми, большими руками. Такое ощущение, что если он возьмёт в руку булаву, то он повергнет всех врагов. Собственно говоря, это и было одной из важных целей таких изображений показать могущество и силу этого фараона. Посмотрим, какое большое количество египетских деталей мы можем здесь увидеть. И тогда нам станет понятно, что такое подражение, что такое подражение старому устоявшемуся символу. Ну, для аналогии, чтобы вам было более понятно, вспомним, например, шапку Мономаха. Ну, вряд ли кто её одевал из русских царей, но символом царства она служила. Так и здесь фараоны носили юбку. Эта юбка была египетского происхождения. Посмотрите сейчас на неё. Такую одежду сюда они не любили. Сюда они носили длинные, тонкие льняные ткани. Но подражание великой державе есть подражание. И фараоны изображают себя в такой юбке. А в руках они держат, казалось бы, странный предмет. Посмотрите, вот здесь вы его видите. Что это такое? Это свитки с родословной. Здесь в их руках крепко зажатые в кулаке свидетельство легитимности их власти. Это скрученные маленькие свиточки папируса. Обычай, который тоже является не местным. Он пришёл из Египта и сохранялся как символ. Здесь мы с вами видим изображение трёхглавого бога Апидемака в центре. Напомню вам, что бог Апидемак был главным образом богом войны. Поэтому у него и была львиная голова. О том, что ведение победоносной войны – это важнейшая обязанность правителя, наверное, напоминать вам не придётся. Мы об этом много говорили и в предыдущих передачах, и ничего особенно нового здесь в куше в этом вопросе не произошло. Но интересно нам иное. Здесь львиноголовый бог Апидемак держит в руках – сейчас я вам это покажу – вот такие вееры. На самом деле это не вееры. Это пучки злаковых растений типа сорга, дуры, которые произрастали в Судане и которые являлись там основными продуктами питания. Давайте сейчас посмотрим ещё поближе на эти изображения. И вы над ними увидите, если присмотритесь внимательно, огромное количество знаков Анг, знаков жизни. Это означает, что львиноголовый бог, бог войны, является в то же время и богом плодородия. То есть он протягивает правителям пучки злаковых, которые декорированы знаками жизни. Понятно, что без питания нет жизни. Значит, таким образом он является подателем плодородия и подателем жизни. Вернёмся ещё раз к этому изображению и присмотримся к фигурам окружающим бога Апидемака. Мы видим с вами справа мужскую фигуру в огромной красивой короне, а слева женскую фигуру, в всяком случае грудь и весьма пышные бёдра вы без труда здесь отличите. Это мать правителя, и её благословляет жестами бог. Вот это касание локтя, посмотрите, бог касается одновременно локтей правителя и его матери. Касание локтя – это акт признания. Ну, по-разному люди. Мы пожимаем друг другу руки, кто-то обнимается, целуется, кто-то иным способом поднять им руки вверх приветствует другого. А в Судане акт благословения, признания, в том числе передавался и касанием локтя. И вот бог одновременно касается локтей и матери, и её сына, признавая таким образом легитимность их обоих. То есть она имеет право быть матерью правителя, а он, поскольку он рождён от бога и признанный богом матери, имеет право на управление. Посмотрим ещё раз на атрибуты в виде пальмовой ветви. Она и в руках правителя, и в руках правительницы. А если ещё внимательно посмотрим на верхушечку пальмы, то мы увидим знак Анг. Отсюда мы с вами чётко можем представлять себе, что пальмовая ветвь в древнем Судане являлась символом жизни. И именно её поэтому держит правитель и его мать в акте признания их обоих богом. Мать царя имела определённый титул Кандака. Это мироицкое слово, обозначающее мать царя. А античные авторы, поскольку они не знали мироицкого языка, к сожалению, и мы его не очень хорошо знаем, как я вам говорила в предыдущих передачах, сочли это именем собственным. И они считали, что Кандака – это имя правительницы. На самом деле Кандака – это титул. Особый титул матери царя, на который претендовали различные женщины царского рода. Но только одна, та, которую признал бог Омон и избрал себе в жёны, была легитимной матерью. Её и признавали другие боги. И в первую очередь, конечно, бог Апидемак. Отсюда и вот это трёхглавое изображение, то есть необходимость передать на плоскости одновременное действие признания и царя, и его матери. Вот для художников это, очевидно, было проблемой. Как же вот на плоскости всё это сделать? И, судя по всему, нашли очень интересный выход из положения. У бога сразу появилось несколько голов. Одна обращена к смотрящему, к посетителю храма. Две другие, каждая обращена к матери и к самому правителю. И никто из них таким образом не был обижен. И действие происходило одновременно и для смотрящего, и для его участников. Здесь мы с вами сейчас видим картину признания всей царской семьи. Опять же, как и в предыдущем случае, это действие признания, акт признания, должны были пройти не только сам правитель, но и его мать, и также будущий наследник. Вот вся троица изображена перед таким странным существом. Это творение местное, творение мироитов, которые соединили образы сокола. Посмотрим на голову этого существа. Крокодила. Посмотрим на его хвост. Лапы, похожие на лапы сфинкса, фактически ими и являющиеся. Солнце на голове. Солнце как правитель Вселенной. Пальмовая ветвь, которую мы с вами уже хорошо знаем. На пальмовой ветви насажен картушь. То есть это не простая пальмовая ветвь, а это именно акт признания со стороны этого божества, которое через пальмовую ветвь дарит картушь правителю, признавая его таким образом легитимным. Вот на этом изображении мы с вами видим стелу царя Харсиотефа, который изображен перед богом Амоном, с одной стороны баранголом, с другой стороны в виде человека, и преподносит им обоим уже священные ожерелья, а за ним царская мать в облике Исиды. Все тексты кушитских царей обязательно включают этот элемент признания царской матери равной Исиде. В текстах так и говорится, что прибыла царская мать и возрадовалась, как Исида, увидев на троне своего сына Хора. Вот такие мистерии всегда исполнялись во время коронации. Мистерии, напоминающие эпизоды древнего мифа об Исиде и Хоре, о воцарении сына богини на троне, который правил миром. И моделью этого должен обязательно стать фараон. Став этой моделью, он воплощает в себе черты небесного Хора, он устанавливает на земле справедливость, он уничтожает зло. Вспомним, что Хор – это мститель за своего отца Осириса. Все эти функции к нему магическим образом переходят через признание богов, через исполнение соответствующих ритуалов. И его мать обрежается в этот момент в одежду Исиды. Она становится Исидой, она исполняет эту роль, и таким образом ставится двойной знак равенства. Исиды – небесная мать царя, хор небесный, сам фараон. Ну и, наконец, последняя фигура, которую вы здесь видите, вот это царская жена. Она тоже обязательно должна присутствовать в ритуале, да и в самой концепции идеального правителя. Почему? Потому что род продолжается. Наступит день, и избранный фараон покинет землю. Он превратится в сокола и вознесется на небо. А кто будет на его месте? Вполне возможно, что на его месте будет его сын. Пока это еще не ясно. Это определяют в будущем боги. Но вполне вероятно, что сын именно от этой жены, а не от какой-то другой, ни от его сестры, ни по боковой ветви, займет его место. Именно поэтому жена также обязательно должна присутствовать во всех церемониях. Она также должна была быть признана богами как потенциальная мать будущего правителя. А уж как там получится, это определят боги в дальнейшем. Вот сейчас мы посмотрим с вами еще один образ, спутать который, конечно же, невозможно. Это уникальная царская статуя местной работы с острова Таба. Она сильно отличается от тех статуй, которые мы с вами видели. Исполненных абсолютно в египетской манере, хоть и с широкими плечами, но, как я вам говорила, это уже новый стиль. Но это статуя, которая, видимо, первоначально вся была покрыта позолотой. Мы сейчас с вами можем увидеть позолоту только вот здесь на лице. Потом здесь украшения, вот здесь юбка. Вполне возможно, что статуя когда-то была и вся покрыта таким листовым золотом. Но, как бы то ни было, вы здесь и видите абсолютно иные канонические принципы в изображении фигуры. Египетским остается только шаговое левое. Вот это уже настолько неизменяемо, что переходит ко всем фигурам. Но на голове мы видим такую прилегающую кушицкую шапочку, которая показывает нам, что это местный головной убор, в отличие от египетских диадем и корон, в каких большинстве мы видели. Хочу обратить ваше внимание на шеи. Вот здесь ожерелье тоже очень интересное. Это, посмотрим покрупнее его, это глава барана, это символ Омона. Это означает, что Омон принял его и благословил. И сами черты лица, если вы на них посмотрите, они более живые, более раскрытые глаза, иной формы рот и нос, по сравнению с более застывшими привычными египетскими фигурами. Вот здесь перед нами уже стела, текст, который был написан мироидскими иероглифами, к сожалению, для нас плохо читаемый, хотя есть серьезное предположение, что вторая часть именно там, где имеются надписи, находится у нас в Эрмитаже. Эта стела находится в Хартуме, в музее. Здесь изображен царь Амани Хабали тоже в момент коронации. Перед кем он изображен? Он изображен перед богом Омоном, сидящим слева в короне из двух перьев, и перед богиней Муд. Богиня Муд очень похожа по иконографии на то, что мы знаем из Египта, но она гораздо более полная, с животиком, что соответствует кушетским представлениям о красоте. Трон декорирован сфинксом. Это тоже вещь, которая не встречается на египетских памятниках. И очень интересный такой длинный-длинный хвост, который спускается с короны богини Муд. Это типичный головной убор суданских женщин, который можно увидеть на очень древних статуэтках, найденных еще в неолитических поселениях. Вполне возможно, что это и накладные какие-то волосы. И судя по тому, что в эту косу, спускающуюся чуть ли не до пят, плетены жук с коробей и стилистические изображения символов жизни, можно предположить, что этот головной убор и связан с долгой, прочной жизнью, с вечностью, и, конечно же, является символом плодородия. Вот на этом изображении мы также видим бесконечный акт признания царя богами. Мы видим здесь две поднятые руки с вывернутыми ладонями. Об этом жесте мы уже говорили с вами. Это акт мольбы, это обращение к Богу с просьбой обратить свое благословение, внимание на человека, который его просит. Здесь, в храме Нага, уже построенном на рубеже нашей эры, мы не найдем нигде ни продуктов питания, ни каких-то материальных вещей, только символические украшения, маленький образ бога в миниатюре, который подносится как свидетельство внимания и признательности, и жесты признания со стороны богов. Это наиболее интересный образ Солнечного божества с нимбом вокруг. Давайте взглянем вот таким образом. Вот это божество. Просто здесь я показываю рельеф, как он сохранился. Ничего не поделаешь, прошло 4 тысячи лет. И мы видим такой вот солнечный нимб. И вот эту руку со сложенными, поднятыми вверх двумя пальцами. Здесь мы впервые сталкиваемся с солнечным божеством, благословляющим всю процессию, благословляющим акт избрания жестом, связанным с двумя пальцами. Этот жест восходит к древнему Египту. И два пальца протянул когда-то хор, чтобы дать возможность подняться своему отцу на небо. Здесь перед нами полный цикл коронации фараона, и в котором соединились и египетские, и местные боги, все они движутся к комбинационной цели, показанной в правом крайнем углу коронации фараона богом, коленопреклоненного. А сцены слева направо показывают весь путь, путь признания фараоном со стороны всех известных богов. Здесь мы имеем типично кушитскую стелу, изображение, изображение просьбы о признании со стороны крокодила-голового бога, сокола-голового бога, изображение справа, и бога Амона, который показан слева. А данное изображение стелла знайдена была совсем недавно, буквально не более 5-7 лет тому назад, показывает мераицкого правителя с местной богиней, которая изображалась с соколом на голове. Обратите внимание, она поддерживает царя за локоть, то есть происходит тот самый акт признания со стороны богини, который мы видели в других случаях. Здесь на этом изображении перед нами сцена коронации, сцена приведения богини Исиды царя к богу. А вот это изображение находится на стеле Пианхи, и оно показывает акт подчинения Египта, победоносного правителя, перед которым трепещут покорённые народы, что также было очень важным для правителя. Огромное количество лошадей, которых ведут, ведут связанные пленники. Это сцена покорения дельты, что также было важным элементом в понятии о идеальном правителе. Для того, чтобы ещё подчеркнуть акт победы, посмотрим с вами на уникальные изображения из храма Нака. Они выполнены, кажется, в египетском стиле, потому что именно египтяне любили так изображать поверженных врагов. Но присмотримся ближе. Здесь изображение фас и очень интересное изображение поднятых вверх рук. Посмотрите, как развивается язык жеста. Они молят о пощаде. Каким образом? Поднятыми вверх руками и пальцами. Одним пальцем. Вот это удивительное развитие жеста от благословения к мольбе о пощаде. Вернёмся к этому образу и присмотримся. Этот акт повержения совершает женщина. Изображение это находится на пилоне храма Нака. А на другой стороне пилона изображение правителя. Всё то же самое. Присмотритесь ближе. Это акт повержения врагов, которые поднятым пальцем молят о пощаде. Он заносит над ними булаву и повергает таким образом врагов царства, обеспечивая благополучие и благоденствие своей страны. Итак, кто же такой идеальный правитель? Это правитель, рождённый от бога Омона и земной женщины путём священного брака. Это правитель, обеспечивающий плодородие земли, способные защитить свою страну, повергнуть всех врагов и оказаться счастливым, победоносным и красивым. Дай нам бог всем таких правителей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok